Будьте бдительны, призывают в полиции. Мошенники изобрели новую схему обмана. Кировчане уже лишились нескольких миллионов рублей. Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича» в студии Александр Башмакин. Здравствуйте. Песок, грязь, ветки и мусор убирают с кировских улиц. В администрации рассказали, какая техника работает на дорогах и сколько грязи вытаило после зимы. Перепланировка квартир, получение водительских прав, борьба с наливайками. В России с 1 апреля вступают в силу сразу несколько нововведений. Расскажем о самых важных. В Кирове вынесли приговор по делу об избиении дворника. Какое наказание получил хулиган из Коминтерна? Высказал потерпевшего претензии по поводу качества уборки при домовой территории, а в последующем из хулиганских побуждений нанес рукой в лицо удар. В патриотических и воспитательных целях. В России предложили возродить Тимуровское движение. Мы пообщались с депутатом Госдумы и узнали, будет ли это интересно современной молодежи. Снег-то, а это песок остается. Пришло время его убирать, рассказали в администрации города. Подрядчики приступили к очистке приладковых зон на дорогах. Вывозят мусор, ветки и грязь. Сейчас работы ведутся на участках, откуда убрали снег и нет воды. Пока задействованы два звена. Со следующей недели количество сотрудников, занятых на уборке приладковых частей, увеличат в пять раз. Планируется привлечь и спецтехнику. Приводят в порядок дорожные отбойники. Так, почищенные конструкции на подходах к новому мосту. В ближайшее время помоют ограждения на путепроводе на улице Попова и на Старом мосту. Прошли улицу Октябрьский проспект на участке от Московской до Комсомольской. Комсомольская улица, Карломаркса, Преображенская. В сутки у нас вывозится с уличной дорожности порядка 30 тонн смета. Как будет позволять погода, мы усилимся. Со следующей недели у нас будет работать порядка 10-12 звеньев в сутки по очистке приладковых зон, ну и также по очистке газовных частей. А теперь об уборке с криминальной составляющей. В Кирове вынесли приговор по резонансному делу об избиении дворника. Ранее судимый 33-летний мужчина признан виновным по статье побои, совершенные из хулиганских побуждений. Все произошло 1 февраля у жилого дома номер 11 по улице 60 лет Комсомола в Кирове. Действия злоумышленника попали в объектив камеры наружного наблюдения. Вину нападавший полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства с лишением прав по управлению транспортом на 1 год 7 месяцев и 2 дня. В областной прокуратуре рассказали подробности случившегося. Используя малозначительный повод, находясь в состоянии опьянения, высказал потерпевшего претензии по поводу качества уборки при домовой территории, а в последующем из хулиганских побуждений нанес рукой в лицо удар, причинив физическую боль. Противоправные действия зафиксированы на видео. После придания гласности данной видеозаписи инцидент получил широкий общественный резонанс. О том, что выпивать чревато и за рулем, напомнили в ГИБДД. Там подвели итоги уходящей недели. Всего на дорогах области произошло 11 аварий. Травмы в них получили 13 человек. В выходные дни за водителями будут следить, пройдут сплошные проверки на трезвость. А вот какое наказание ждет водителя, если он сел пьяным за руль? За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в развере 30 тысяч рублей. Не обращайте выходы и неприятными сюрпризами на дороге. Будьте дисциплинированы и внимательны. Быть внимательнее призывают не только дорожные полицейские. Мошенники не дремлют. Они выманили у Кировчанина 4 миллиона рублей. В Телеграм мужчине написал пользователь с именем и фотографией его начальницы. В сообщении говорилось, что работников организации якобы проверяют сотрудники ФСБ. При выходе на связь нужно строго следовать их требованиям. Кировчанин поверил. Его убедили оформить несколько кредитов и перевести их на безопасный счет. В итоге мужчина лишился 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В полиции отмечают, что за сутки зафиксировано 6 фактов мошенничества по схожим схемам. В общей сложности потерпевшие лишились около 11 миллионов рублей. Социальные пенсии повысят. К экзамену на водительские права допустят не всех, а учебники промаркируют. С 1 апреля в России начнут действовать новые законы. Они коснутся сразу нескольких сфер жизни. К чему готовятся россиянам? О самых основных изменениях расскажу в следующем материале. Марс заканчивается. Приходит апрель. Вместе с ним и новые законы в России. Социальные пенсии увеличатся. Их прииндексируют на 7,5%. Это коснется детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, у кого на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж. Получают такие пенсии и люди, потерявшие кормильца. Кроме этого, больше будут получать участники Великой Отечественной войны и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Изменения коснутся сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля. Тех, кто не сдал теорию или практику с третьей и последующих попыток, повторному экзамену допустят не раньше, чем через полгода. Раньше можно было пересдать через месяц. В то же время ошибаться можно будет на экзамене больше. В новом регламенте увеличивается количество штрафных баллов. Теперь для того, чтобы получить оценку «не сдал», их нужно будет накопить не 5, а 7. Квартирный вопрос. По-новому придется оформлять перепланировку квартиры. После завершения ремонта необходимо будет не только получить акт приемки, но и новый технический план. С 1 апреля нужно согласовывать изменения границ комнат, перенос дверного проема и даже демонтаж встроенных шкафов. Пьянству бой региональной власти смогут устанавливать ограничения по времени на розничную продажу алкоголя в так называемых наливайках, которые расположены в многоквартирных домах. Исключение составляют рестораны. Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименование, которое вводит покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров. Кроме этого, с 1 апреля ужесточат наказание за нелегальный оборот табака. Размер санкций для должностных лиц будет от 150 до 300 тысяч рублей, для компаний от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. И в конце добавлю, что изменения коснутся даже школьников, точнее книг, по которым учатся дети. Учебники промаркируют пока в качестве эксперимента. Это требуется для борьбы с незаконным ввозом и производством школьных учебников. Так считают в Минпромторге. Александр Бушмакин, Александр Нестеров, Бюро новостей, Дабич. В Кирове стартовали общегородские субботники. Первый прошел сегодня в сквере на Театральной площади. Сотрудники теруправления по Октябрьскому району разгребали плотный снег, чтобы он быстрее таял. После этого уборка общественных территорий будет продолжена. Нужно убрать мусор и оставшуюся с осени листву. Присоединиться могут все желающие. В территориальных управлениях есть план работ. Там также предоставят необходимый инвентарь. По постановлению администрации Кирова, общегородские субботники будут проводиться каждую неделю. Месячники по благоустройству пройдут до 31 мая. Зима у нас была достаточно снежная. Большое количество кубов снега было вывезено с территории города. Приоритетные места остаются остановки, подходы, уличнодорожная сеть. В связи с этим мы в этой парковой зоне начинаем ворошение снежных масс. После зимы дождевой сад превратился в грязный сад. Жалуются кировчане в соцсетях. Он находится в сквере борцам революции. Горожане пишут, что во время уборки территории от снега техника повредила деревянный настил. Глядя на лежащие в сугробе доски, люди возмущаются зимним содержанием территории. Трактор снес часть конструкции, несмотря на неоднократные предупреждения и то, что они далеко от места чистки. При этом сами организаторы пространства большой проблемы в случившемся не видят. Ничего, кроме деревянного настила, по их словам, не пострадало. Власти уже согласились все восстановить, однако конкретные сроки проведения работ не называются. Будет все зависеть от того, как сойдет снег, как сойдет вода талая. И я думаю, что тогда нам примерно июнь называют вот это вот время, когда вот, когда все сойдет. Ну, в мае здесь, как правило, вода еще стоит. Если будет раньше, позволит погода, то администрация обещала нам и раньше исправить то, что они вот испортили немножко. В дирекции благоустройства рассказали о том, что сейчас ищут подрядчика для ремонтных работ. Он же проведет реконструкцию сквера борцам революции. Сделают это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды за 37 миллионов рублей. По контракту отремонтируют все пешеходные дорожки, поменяют асфальт на самой площади. Проведут и другие работы. Вода из-под крана может позеленеть. В Кирове проверят сети на герметичность. Когда начнутся испытания? Об этом и не только во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. Это «Давича» и мы продолжаем. Вода из-под крана может позеленеть. С 1 апреля в Кирове начнется проверка сетей на герметичность. В воду добавят уранин-А, сообщили в Т+. Он окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет. Позволяет выявить возможные повреждения от трубопроводов, незаконные врезки в систему, поврежденные бойлеры в домах. Уранин-А соответствует санитарным нормам. Он безопасен для людей и животных. Если системы в доме или оборудование на центральном тепловом пункте не герметичны, вода может окраситься в ярко-зеленый цвет. Если такое произошло, кировчан просят сообщить об этом в управляющую компанию или тепловую справочную службу по телефону 744-901. Тратишь электроэнергию выше нормы? Плати больше. В Кировской области уже летом появятся новые тарифы. Власти введут специальные нормативы на потребление ресурса. Таким образом будут разделены бытовые и коммерческие потребители. Сколько заплатят и те, и другие, расскажет Елена Шарагина. Общее потребление электроэнергии разделят на три диапазона. Самый минимальный для тех, кто пользуется стандартным набором электроприборов. Самый дорогой для коммерсантов и так называемых майнеров. Таким образом будут защищены права бытовых потребителей электроэнергии. Платить больше придется тем, кто использует электричество не только для того, чтобы постирать или вскипятить воду. Дифференцированные тарифы – это тарифы, которые увеличиваются по мере роста объема потребленной электроэнергии. То есть мы определяем некий предельный диапазон потребления электрической энергии домохозяйством в месяц. И в случае, если домохозяйство тратит электроэнергии в месяц больше, чем установленный предельный диапазон, то оплата вот этого потребленного объема сверх этого предельного диапазона происходит по более высоким тарифам. Региональная служба по тарифам до 1 мая этого года примет решение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. Это связано с изменением федерального законодательства. При этом большинство потребителей ничего не заметят. Нововведение коснется тех, кто получает прибыль за счет электроэнергии. Например, от частного дома запитан автосервис или автомойка, теплицы в большом количестве или даже криптоферма. Население у нас на протяжении уже многих лет оплачивает электрическую энергию по цене гораздо более низкой, чем цена для юридических лиц, потребителей электрической энергии. Цена, которая применяется в расчетах с населением, не покрывает всех затрат, связанных с производством электроэнергии и ее передачей. Применение таких более низких цен для населения обеспечивается за счет механизма перекрестного субсидирования. Подразумевается, что тариф разделят на три уровня месячного потребления киловатт в час. До 15 тысяч, от 15 тысяч до 20 тысяч и свыше 20 тысяч. Измененные тарифы вступят в силу с 1 июля этого года. Точные суммы должны быть известны к началу мая. Народный фронт просит остановить выселение жильцов аварийных домов в Ахрушах. Квартиры в новом доме на Кирово 26А уже несколько раз топило. Люди не готовы к переезду, поскольку боятся испортить свои личные вещи и мебель. Тем не менее, администрация поселка требует переезда до 1 апреля, рассказали активисты. К этому сроку жильцы четырех аварийных домов на улицах вокзальной 12-1 и рабочей 20, 22 и 24 в Ахрушах должны покинуть свои дома. В зданиях отключат отопление и свет. По нацпроекту для переселенцев построили четырехэтажный дом на Кирово 26А. Новый дом встретил хозяев неоднократными потопами. В начале марта в подъезде на четвертом этаже лопнула водопроводная труба. Оказались затопленными несколько квартир. Там появилась плесень на стенах и желтые разводы. Сильно повреждены коридоры подъезда. На четвертом этаже отпала потолочная плитка. Слой штукатурки разрушается. Некоторые светильники не включаются. Жильцы боятся очередного затопления. С потолка постоянно течет. Начинает с февраля месяца. Не перестает. И по стенам пошел грибок. В ванне постоянно течет. Тоже с лампочки по стенам. И никто ничего не делает. Никаких движений пока нет. Мы тут все это убирали. Прямо 20 с лишним ведер вынесли воды. В общем все соседи вот как-то так боремся. Теперь потепление. Опять ждем этого потопа. Прямо страшно как живем. Тимуровское движение «Возродить» с таким предложением выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Народный избранник считает, что это поможет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В советское время дети помогали ветеранам и пожилым людям. Это было очень популярно, отмечает депутат. В то время общественно полезная работа воспитывала в детях альтруизм и умение созидать. Виталий Милонов также считает, что сейчас у подростков есть большое желание помогать другим и это необходимо поддерживать на государственном уровне. Волонтерство, которое есть в России, понятия достаточно размытые, говорит депутат. Тимуровское движение позволит волонтерство консолидировать и придать этому государственную поддержку и определенный статус. И там же будут уже, это не будут разрозненные группы, это поскольку будет структура там, и рост, и отбор людей. Нужно ли возрождать Тимуровское движение? Мы спросили сегодня наших подписчиков. В группе «Девятка ТВ» ВКонтакте провели опрос и вот его результаты. 27% респондентов считают, что не надо. Сейчас и так много подобных движений. 23% уверены в том, что это никому не нужно. На третьем месте ответ «Да, дети будут добрее». Его выбрали 19% респондентов. Другие ответы Кировчан в рубрике «Мобильный опрос». Я считаю, нужно. Почему? Потому что все-таки это было направление, которое как-то наставляло детей на благие поступки. На поступки, которые направлены на помощь близким, нуждающимся, пожилым и так далее. Мы сейчас все заняты чем-то, а эта помощь какая-то, я считаю, очень неправильно. Воспитывает и в детях, это же наше поколение, заботится о старшем поколении. Ну, мне кажется, молодежи сейчас этого не хватает. Ну, сейчас, я думаю, есть какие-то движения у нас, по-моему, Российский союз молодежи есть. Ну, это, не знаю, такое. Движения различные, да, существуют, это точно. Нужно ли еще одно или достаточно тех, которые уже есть? Ну, я думаю, может быть, что хуже не будет. Если молодежь будет во что-то вовлечена, занята чем-то интересным, не бездельничать, то... Ну, я считаю, что это неплохо. Ну, я в свое время когда-то была тимуровцем, ну, а теперь, я думаю, что уже именно стало такое, что они мало заняты, дети. Они будут делать какое-то полезное дело и, так сказать, ну, что ли, выполнять свой долг. Целиком и полностью согласны. Тимуровское движение, пионерия, это такое движение, мне кажется, на котором выросло не одно поколение. Оно делает детей, если вот все будет сделано, как было тогда, желание помогать, снова чувство ответственности и чувство, наверное, единения. Ну, думаю, да. Таким был этот день, 29 марта, глазами корреспондента в бюро новостей «Давичерн». Делайте новости вместе с нами, пишите, звоните, присылайте видео, номера на ваших экранах. Далее эфир продолжит прогноз погоды. У меня на этом все. В студии работал Александр Бушмакин. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова